Девушки отдыхают Скотт, спасибо за твое время и наипервейший вопрос, который хочу задать, как у тебя дела? Отлично, спасибо, что спросил. А сам как? Я неплохо. Очень интересные события буквально недавно имели место. Ты знаешь, о чем я говорю, так что я... Ничего, мы немного говорили об этом. Ну что ж, Скотт, давай начнем с самой, пожалуй, горячей точки, я полагаю, с того, что происходит вокруг Харькова. Что ж, как ты это все видишь? Какова обстановка вокруг Харькова? Ожидаешь ли ты, что город будут штурмовать, либо... Либо ты предполагаешь, что город будет скорее окружен и не будет уличных боев и всего того, что мы видели в Мариуполе. Ну и вообще о том, что происходит сейчас на полях. Словом, что ты обо всем думаешь? Если ты говоришь о битве за Харьков, ты говоришь не о том. Прежде всего, российские военные и российское правительства никогда не делали захват Харькова стратегической целью. Они никогда не говорили о захвате Харькова, даже сейчас. Речь об этом не идет. Основное, о чем была речь, это создание буферной зоны. Отбросить украинские войска подальше от границы с Россией таким образом, чтобы нельзя было бомбить Белгород. Такова поставленная задача. Если взглянуть с более широкой перспективы, Ты знаешь, Россия никогда не занималась с самого начала этой войны рисованием больших красных стрелок, окружением городов и захватом городов. На самом деле, подобное было в начальной истории. Что-то вроде шоковой терапии. В той фазе конфликта собирались заставить Украину сесть за стол переговоров. Но коллапс Стамбульского соглашения в конце марта-начале апреля, Россия тогда перешла к тактике войны на истощение, в которой главной задачей было уничтожение украинской армии. Если прямо, это то, что называется демилитаризацией. Было две цели. Демилитаризация и деноцификация. Ни одна из этих задач не включала в себя захват крупнейших населенных пунктов Украины. Люди, которые говорят о захвате Харькова, захвате Одессы, захвате того, захвате другого, не найдут, чтобы на этот счет говорило российское правительство. И военное руководство России тоже. Это все спекуляции внешних наблюдателей. Цели российских войск с самого начала фазы 2 были абсолютно ясны. Обеспечить безопасность Донбасса. А позднее, когда в Россию вошли Херсон и Запорожье, обеспечение безопасности этих территорий тоже, ибо это уже часть России. И Россия защищает себя. Других территорий у России пока нет. Не важно, что ты, я, кто-то другой говорит о Харькове. Сегодня это украинский город. И российское правительство считает его таковым. И Одесса сейчас украинский город. Каковым его считает сейчас и российское правительство. Так что, говоря о военных целях, мы должны прекратить рисовать эти стрелки в сторону Харькова и взглянуть на самую суть этой войны. В этой стадии преследуется цель уничтожения ВСУ. То, чего добилась Россия, добиваясь создания этой буферной зоны, это обеспечило свою безопасность. Можно сказать, что открылся второй фронт. Какова цель войны на истощение? Это полное смятие врага. Целью является сократить военные возможности врага, чтобы он не мог оказать эффективного сопротивления, что приведет к коллапсу возможностей врага продолжать эту войну. Россия добилась этого перемалывающими действиями, в которые Украина ввязывается исключительно добровольно. Они бросают свои войска на суицидальные атаки защищенных позиций России. И даже когда Россия атакует, она не атакует по большой стрелке. Речь идет о небольших ударах и превосходстве в огневой силе, нанося максимальный урон ВСУ, прежде чем занять ту или иную деревню или городок. Таким образом, нет огромных стрелок, которые ведут прямо на Берлин. Это буквально рассчитанные операции на истощение и сведение к нулю ВСУ. Когда украинцы ослаблены, например, на восточной линии соприкосновения от Херсона до Луганска и даже до северной части Харькова, силы противника растягиваются очень тонко. Какова цель открытия второго фронта? Оттянуть стратегические резервы Украины на этот второй фронт. Заставить Украину оттянуть ресурсы с восточной линии соприкосновения. Перевести их на второй фронт и снова ослабить восточную линию. Это эквивалент перемалывающей операции. Ослабление врага. Это создает дополнительные возможности русским силам продолжать изматывать и продолжать истощать ВСУ. Заставлять нести потери, которые они не могут восполнить. Открыт второй фронт. Все украинские стратегические резервы брошены в Харьков. Вооруженные силы РФ уничтожают их сейчас огнем, артиллерийским огнем, с воздухом и ракетами. А на линии соприкосновения это делает пехота. Утратила ли Россия возможность открывать новые фронта? Нет. Поступают сообщения, что десятки тысяч российских солдат скапливаются в направлении города Сумы. И что если Россия откроет новый фронт и там, где Украина найдет людей, чтобы отправить на тот фронт, откуда они вырвут людей, чтобы отправить туда? Чего они добьются? Они только еще больше обескровят свою армию. Ну так что, если Россия отправит людей в Сумы? Наступление России остановится? Нет. У России солдаты есть. Россия может послать солдат, пользуясь ослаблением украинской армии, на запорожское направление. А может они воспользуются ослаблением ВСУ в районе Донецка или в районе Луганска? Россия воспользуется этим, а что сделает Украина? Оттянет ресурсы, а что будет, когда они закончатся? Когда ничего не останется? Когда российские войска прорвутся, а нечем будет забить брешь? Для Украины все кончено. Вот что там происходит. И когда для Украины все кончено, Россия объявит свои условия об окончании конфликта. Какими они будут, мы увидим. Может, политической задачей будет сделать Харьков российским городом, и Одессу сделать российским городом. Но это не военные цели, поставленные российским правительством. Военной целью было, есть и останется демилитаризация Украины. Это происходит, когда российские военные уничтожают украинских или растягивают их так по фронту, что они не могут эффективно сопротивляться. И это происходит в Харькове. Безусловно. Но у меня здесь возникает другой вопрос. Вопрос, что ж, скажем, правовой вопрос, что ли. Что ж, хорошо, Украина сидит за столом переговоров с Россией. Не ведет переговоры, а подписывает безоговорочные условия. С кем? Сейчас? Нет, насколько я знаю, с нашей стороны, признаваемого главы государства. Президентский срок Зеленского подошел к концу, примерно неделю назад. И кто же подпишет эти документы с украинской стороны. И очень сложно представить себе, что Зеленский сам захочет это делать. Лично сам, поскольку это сделает его практически сразу подсудимым. Он немедленно окажется в здании суда. За то, что считается. За то, что сделает. Итак, что ты сам думаешь об этом. Что могут патроны нынешней Украины, западные патроны, позволят ли они ей сделать это? Возможно, Россия будет вынуждена продвигаться вперед, дальше и дальше. К политической и военной цели демилитаризации Украины. Ну, я думаю, что Зеленский сам загнал себя в угол и сделал незначимым с точки зрения России. Он отказался от переговоров и продолжает питать нереальные иллюзии. Пытается провести фейковую мирную конференцию в Швейцарии без участия России. А как о таком можно говорить без участия России? И что делают русские? Они создают политическую среду, которая делает Зеленского легко заменимым. Кем легко пренебречь? Кого хочется сместить? И ты знаешь, я лично не очень люблю тех, кто русский, американец, европеец, за украинцев интерпретирует украинскую конституцию. Но это лично мой пунктик. Я думаю, только Украина может решать, кто ее президент. Это ничья, более прерогатива. Но это не значит, что Россия не может воевать на поле политики. Что Россия сейчас и делает. Россия задает вопросы. Думаю, что российский президент Владимир Путин сказал то же, что я сказал. Согласно Конституции Украины, ясно, президентские выборы не состоятся во время военного положения. Но добавил, что это не означает, что президентский срок Зеленского автоматически продлен. И он добавляет неуверенности в этот политический коктейль. Я думаю, целью России здесь является делегитимизация Зеленского не только в глазах украинского населения, но и в глазах его западных спонсоров и союзников, чтобы его отстранили от власти. Однако, чем политически все закончится на Украине, кто знает. Я думаю, что в конце концов, все закончится сдачей. И не важно, кто там ее подпишет. И если даже и он сам. Но слушай, Советскому Союзу нужна была подпись Адольфа Гитлера на пакте о капитуляции? Нет, он был мертв. Был нужен генерал Крэпс. Если не Крэпс, это бы делал генерал Икс. Генерал Игрек или генерал Зетт. Мне это было важно. Важно было взять кого-то, подписать документы и конец войне. Когда придет время, когда задача по демилитаризации будет выполнена, и Украина уже не сможет сопротивляться, когда наступит коллапс на линии фронта, кто-то с Украины подпишет эти документы. Кто это будет, не важно. И будет пустой тратой времени для любого из нас размышлять, кто же на этом месте будет. Разве генерал Крэпс остался в правительстве послевоенной Германии? Нет. Был другой политический процесс. Кто будет управлять послевоенной Украиной? Да, пожалуй, никто связанный с политическими элитами Украины сейчас, да и с военными тоже. Наиболее вероятно, это будет кто-то, кто был связан с украинским правительством до того, как случился Майдан. Будь то бывший премьер, бывший президент или бывший член Рады, мы не знаем. Но это не будет никто из тех, кто связан с Зеленским. Запад не имеет голоса и не имеет значения. Они могут проводить конференции в Швейцарии, сколько хотят. Это просто не имеет значения. Россия не играет в игры, в которых Западу и Зеленскому дозволено диктовать условия окончания конфликта. У России четкие задачи. Владимир Путин и его правительство не отступали от своих задач. Они прежние о демилитаризации и деноцификации. Этот конфликт подходит к концу. Мы подходим к точке, когда у Украины уже не будет возможности продолжать сопротивление. А Запад уже утратил возможности поддерживать и снабжать Украину экономически, оружием и политически. Так что правительство Зеленского скоро останется на страницах истории, как бывшее правительство Украины. Что ж, посмотрим. Это интересное время. Одно можно сказать точно, что у русских есть план. Этот план построен на целях деноцификации и демилитаризации. И размышлять о том, кто там будет ставить закорючки со стороны Украины на документах, мне кажется, пустая трата времени. Да, Скотт, это приводит нас к другому вопросу. И это сценарий номер один. Если не подключиться, сценарий другого толка, о чем я сейчас говорю. Некоторые западные лидеры вместе с главой НАТО Йенсом Столтенбергом настаивают на том, чтобы благословить украинскую армию на использование западных вооружений, американских вооружений, немецких, любых дальнобойных систем, использовать их для нанесения ударов вглубь российской территории. Здравые политики, такие как Виктор Орбан, бьют во все колокола, предостерегая Запад от таких действий, предупреждая о риске Третьей мировой войны и риске ядерной войны. И похоже, что Йенс Столтенберг и другие, с ним говорящие заодно, как будто либо не слышат, либо не верят, что Россия была более чем серьезна, предупреждая и предостерегая западные страны от подобных действий. И ФСБ только что заявило, что НАТО проводит широкомасштабные учения по отработке ядерных ударов буквально у границы с Россией. Что ты думаешь об этом? Что происходит? И насколько велик риск, а ответ России, как Россия и обещала, непременно последует. Когда Россия начала специальную военную операцию, она не случайно назвала ее специальной военной операцией. Здесь кое-что другое, нежели война, тотальная война. Позволь мне оглянуться назад. Россия это взрослая нация, ответственная, опирающаяся на реальность. Не думаю, что Россия в ситуации, в которой, если Украина начнет использовать западные дальнобойные системы против целей в России, то в России настанет коллапс, она сдастся, уйдет и так далее. Русские знают войну. И Россия разберется с ситуацией по мере ее возникновения. Поэтому не надо бояться, что Россия потерпит поражение. Если Украина применит такое оружие, а я хочу напомнить всем, кто это смотрит, Россия вышибает все, что можно из Украины таким же оружием уже два с половиной года. Украина капитулировала, потерпела поражение. Россия уничтожила украинский энергетический комплекс. Война окончилась. Россия уничтожила украинскую промышленную инфраструктуру. Война окончилась. Россия бьет по железным дорогам, мостам, нефтехранилищам. Война окончилась! Нет! И люди переживают о том, что Украина будет бить по России. Это усложняет войну. Но вы воюете. И в определенный момент, когда вы воюете с кем-то, зажимаете их в угол, и они будут делать все, что считают возможным для того, чтобы выжить. И вы платите цену. Если бы Россия боялась ударов западным оружием в ходе этого конфликта, она бы не начала военных действий. Потому что такой результат неизбежен. Такое в любом случае было бы. Я верю в то, что Россия, эта страна, как бы трагично ни было, готовая принять эти удары и тем не менее победить. Я напомню людям, посмотрите на ущерб, нанесенный Украине. И тем не менее, она до сих пор сражается. Это вовсе не приведет к концу России, и мне кажется, что это трата времени. Русским рассуждать о перспективе большой войны. Политически все иначе. Россия сказала, что это специальная военная операция. И Россия исключила ряд целей с карты ударов. Потому что сказано, что мы не на войне. Россия всегда говорила об освобождении Донбасса, а теперь новых русских территорий, и никогда не шла речь об уничтожении Украины. Если Украина решит ударить по России, тогда цели и задачи России могут по необходимости измениться. И Россия нанесет удар уже по другим целям. Поскольку Россия не будет принимать эти удары без тяжелых последствий для Украины. Другой вопрос, позволит ли Россия... Да, и я напомню твоей аудитории, Россия в двух шагах от победы в этом конфликте. И Россия побеждает в этом конфликте, не давая этому конфликту разрастись до конфликта с НАТО. Если кто-то думает, что война с НАТО, а я думаю, многие люди думают, что НАТО это бумажный тигр, НАТО то, другое, НАТО этого не может. Слушайте, я не собираюсь тут рассказывать о достоинствах НАТО. У НАТО масса проблем. Но если кто-то думает, что НАТО не может причинить вред России, вы не знаете ничего. У НАТО очень серьезный запас серьезнейшего дальнобойного вооружения. НАТО может серьезно ударить вглубь России. Сильно навредить. Очень. Это не значит победить Россию. И Россия, по большому счету, не сталкивалась с последствиями тотальной войны. Да, бьют по Белгороду. Да, по городам Донбасса бьют тоже. Да, дроны били по нефтехранилищам в России. Но это не тотальная война. Тотальная война – это господство разрушения в городах и промышленных центрах России. Этого не было. В случае войны с НАТО это будет. Гарантированно. Это не значит, что Россия не врежет НАТО. Врежет НАТО и еще как врежет. Но такой вид конфликта не закончится быстро. И может не закончиться ни в чью пользу. Ибо это станет конфликтом на выживание между Россией и НАТО, в котором никто не выживет. Это что значит использование ядерного оружия? И нам всем конец. Поэтому тем, кто говорит, если Украина сделает то-то и то-то, то Россия в ответ сделает это. Не уверен, что так обязательно будет. Ибо задача России победить в этом конфликте. Закончить его, не дав ему стать глобальным. Если будет решение расширить конфликт, это будет решение НАТО, а не России. Россия показала превосходное терпение. Поймите, люди, которые критикуют правительство РФ, мы слабые, столько красных линий нарушено. Слабые? Все русские, кто просыпаются в городе, где царит мир и процветание, насколько слабо русское правительство? Вы чего хотите? Глобальной войны? Хотите просыпаться от того, что взорвали жилой дом рядом с вами? Гибели вашей матери, отца, сестры, брата? Лишиться работы, потому что ваш завод тоже взорвали. Вы этого не хотите. Так не ведите себя, будто вы хотите. Не говорите так, будто последствия для России не будут крайне тяжелыми, потому что это обрушится на ваши города. Это не значит, что вас победят, но значит, что ваша жизнь фатально изменится. Этого вы не хотите. Ваше правительство очень и очень ответственно разбирается с провокациями Запада. Очень ответственно. Оглянитесь, посмотрите, как все было осенью 22-го, когда Стрелков и ему подобное кричали «Путинок к стенке, Шойгу к стенке». Всех к стенке, потому что они предали народ России, позволили украинцам взять Харьков и Херсон, боже мой, правый берег, Херсон. Украинцы взяли, всему конец. Ни фига, все только началось. Это только начало. О боже, контрнаступление. Они сейчас придут. Они все отрежут. Они отрежут Крым. Господи, все пропало. Они взорвут Крымский мост. Они все взорвут. Нет, ничего подобного. Потому что русское правительство на все реагировало спокойно. Все хладнокровно. Вы когда-то видели Путина в панике? Столтенберга видели. Любого западного лидера в панике видели. А Путина когда в панике видели? Когда Шойгу в панике видели? Когда видели Герасимова в панике? Никогда. Почему? Они знают, каковы поставленные цели. Они знают, в каком направлении двигаться. Они любят Россию. Больше, чем те русские, которые требуют жесткого ответа России. Потому что Путин и руководство России любят Россию настолько, что готовы терпеть меньшее из зол нарушения так называемых красных линий, нежели пожертвовать страной ради дешевых политических очков. потому что война с НАТО изменит все фундаментально. Все фундаментально изменит. Я снова и снова об этом говорю. Я предостерегаю НАТО от войны с Россией, потому что уверен, у НАТО нет возможности победить Россию конвенциональным оружием. Армии НАТО не способны победить Россию. Но никогда я не говорил, что у НАТО нет возможности принести смерть и разрушение России. Есть. Я говорю о конвенциональном неядерном оружии. Говорю о дальнобойном оружии. Можно смеяться над Германией сколько угодно. Если Германия запустит тысячу дальнобойных ракет Таурус против России, это причинит серьезный вред России. Будет нанесен серьезный ущерб России. Экономический. Нужно ли это России? Ответ, конечно, нет. Россия выигрывает войну на Украине. Эта война куда больше, чем война на украинской территории. Это война за геополитические последствия, где коллективный Запад пытается стратегически поразить Россию. Россия предотвращает стратегическое поражение, не позволяя этому вылиться в более широкий конфликт. Я уверен в российском правительстве, что они не падут жертвами провокаций Запада. Я не уверен в западных лидерах, что они не станут в дальнейшем провоцировать Россию. Посмотрим на перспективу. Ян Столтенберг. Какой властью Столтенберг обладает? По шкале от 1 до 10. Ответ минус 25. Нет, никакой. Ноль. Он ни на что приказа отдать не может. Ни на что. Он может поднять трубку, но ничего не будет. Его слова ничего не значат. Поэтому зампремьера Италии потребовал, чтобы он забрал свои слова назад или ушел в отставку. Ибо НАТО, как отметил зампремьера Италии, организация, в основе решений которой лежит консенсус, где генеральный секретарь не обладает властью. Без возможностей навязывать кому-то свою волю. И его слова не только ничего не значат. Они сводят к нулю авторитет НАТО и далее внося раскол в НАТО. Есть такая нация, как Франция, которая говорит, что отправит на Украину своих инструкторов. Те, в свою очередь, вернутся домой в мешках. Россию очень пугают французские инструкторы. Не думаю. Совсем не пугают. Нет. Россия переживает за то, что НАТО может каким-либо образом вмешаться в процесс на Украине. Политически, конечно, да. Но с военной точки зрения, это не меняет военного уравнения вообще. Все, что изменится, это графа национальности на ярлыке, на теле погибшего, на линии фронта. И все. Думаю, людям нужно быть больше уверенными в руководстве России. Думаю, эта уверенность выразилась на недавних выборах, где 88% имевших право голосовать и 77% изъявившихся поддержали Владимира Путина. И ты видишь, изменения, имеющие место в России, отражают эффект этого доверия. Как то чистка рядов в Министерстве обороны. Происходят конкретные внутренние политические перестановки. Такое под силу только правительству, которое знает, какую поддержку оно имеет от народа. Убежден, подавляющее большинство россиян поддерживает Путина. Я убежден, что Владимир Путин сделает все не только для того, чтобы Россия победила в специальной военной операции, но выйдет не затронутая войной, что гораздо важнее просто победы. Победа, конечно, имеет огромную важность. Но нужна ли вам первая победа? Хотите ли вы победы, когда все разрушено? Россия благословлена. Благословлена на мир и процветание. Процветающей экономикой. Благословлена городами, которые растут и строятся. Города, которые не разрушены. Россия знает, что такое враждебные силы, грабящие и разрушающие ее экономику. Потребовались десятилетия восстановления. Десятилетия. Россия отстроена заново. Кому хочется от этого отказываться? Ради нескольких дешевых очков против Украины и коллективного Запада. В этом нет смысла. Дорогие друзья, дорогие зрители, здравствуйте. Такова, на взгляд, Скотта обстановка в направлении Харькова. Как она будет развиваться и во что влиться, разумеется, только могут показать события. Будем надеяться, что горькая судьба города, который штурмует Харьков минет, что все будет гораздо лучше. Но, как я уже сказал, мы увидим, как все будет развиваться. Буквально через несколько дней Скотт уезжает в Россию на 45 дней. У него очень интересная, насыщенная программа. Я не могу говорить и не буду о его маршруте, прежде всего, потому что я не имею понятия, какие города утверждены в этом списке. Но, так или иначе, опять же, мы все узнаем. Будем следить за видео, которое Скотт наверняка будет публиковать по мере посещения городов и по мере каких-либо событий. И, безусловно, будем в курсе, будем это обсуждать. А теперь, друзья, наверное, в меня можно кидать тухлыми яйцами и гнилыми помидорами, поскольку обычно я говорю просто. Если у вас есть желание и возможность, сейчас, пожалуй, я попрошу вас о помощи. Я имею в виду поддержку канала и меня лично. Сложилась очень сложная ситуация. Я с ней так или иначе справлялся, но произошли некоторые события, которые ее осложнили. И все, что у меня осталось, это мой канал, мои каналы в других сетях, которые не зарабатывают на рекламе, которые не зарабатывают на монетизации. За практически полным ее отсутствием. Поэтому, если вы можете оказать посильную финансовую помощь мне и каналу, я вам буду очень благодарен. В описании к выпуску указан номер телефона для системы быстрых платежей, номера банковских карт и, если кому-то удобно, ссылка на Donation Alerts, сервис, который позволяет также делать переводы, в частности, из некоторых иностранных государств. Да, огромное спасибо всем тем, кто помог на прошлом стриме собрать гуманитарную помощь для детского дома в городе Антрацит Луганской области. Ребята ее доставили в течение пятницы прошлой недели и выходных. Вам всем огромная благодарность, просили буквально передать. Друзья мои, лучше вас никого нет. Это я вам абсолютно определенно говорю. Вы очень отзывчивые, замечательные люди. Возможно, на дальнейших стримах, если эти акции подобные будут, я буду вам о них говорить. Будьте живы, будьте здоровы, пусть будет больше причин радоваться. Я искренне вам этого желаю, вам и вашим близким. До скорой встречи, я надеюсь. Как всегда, ваш искренний Дмитрий Золотарев, автор и редактор этого канала. Редактор субтитров А.Семкин